На днях было подписано соглашение между правительством Сахалинской области и компанией ВМПЛКОМ, Билайном, и не так давно было подписано аналогичное соглашение с МТС. Расскажите, пожалуйста, цель этого соглашения и какой проект в результате будет реализован? Добрый день. Собственно, цель этих соглашений – зафиксировать договоренности, которые были достигнуты между правительством Сахалинской области и компаниями операторов связи. Соответственно, проект заключается в обеспечении автомобильных дорог областью федеральных, региональных, муниципальных, то есть устойчивым покрытием с точки зрения мобильной связи. В данном случае речь идет о первой стадии проекта по южным дорогам. Это направление от Южно-Сахалинска до Корсакова, до Холмска, до Невельска и на север Южно-Сахалинск-Макаров. Как было принято решение о необходимости этого проекта? Собственно, все мы ездим по дорогам, все знаем, что очень много участков, где связь полностью отсутствует. В прошлом году было поручение губернатора Олега Николаевича проработать этот вопрос. Мы собрали рабочую группу со всеми операторами, определили участки трасс, где отсутствует какое-либо покрытие. С сетями никакая связь не работает. Это вопрос безопасности, в первую очередь. Люди, попавшие в беду, не могут никому позвонить. Остается надеяться только на проезжающий мимо транспорт других людей, которые просто помогут. Соответственно, надо было этот вопрос как-то решать. И, собственно, определились с участками, пошли в реализацию этого проекта. Суть соглашений в том, что правительство берет на себя вопросы инфраструктуры, строительство антономачества, сооружений и тех присоединений. Операторы устанавливают свое оборудование, релейные базовые станции, обеспечивают работу. Насколько я понимаю, другие регионы Дальнего Востока эту работу ведут несколько на других условиях? Да. Была такая практика в Хабаровском крае, в Якутии. Мы изучали их опыт. Но там по-разному называются проекты. По сути, они идут обычно в меньших масштабах. И это проекты нацелены, когда правительство регионов полностью финансирует. То есть они финансируют в той или иной степени, как операторам оплачивают полностью эту услугу. То есть учитывая все расходы на строительство, установку, монтаж и последующее функционирование на несколько лет вперед операционных расходов. То есть наша история, то, что мы все-таки как-то делим с операторами эту стоимость, то есть в этом, наверное, уникальность этого опыта для Дальнего Востока, как минимум. Сергей Иванович, и еще, насколько возрастет покрытие сотовой связи в целом по области, ну и в частности по дорогам Мегасахалина? Ну вот по тем направлениям, которые, собственно, обозначил, в принципе, должно стать сплошное покрытие сетями, да, то есть как бы связь должна быть везде. Ну, может быть, кроме каких-то отдельных точек, да, ну, то есть 100%. То есть это дороги именно какие? Вот от Южно-Сахалинска до Корсакова, то есть Мецелевка, Первая Падь, там будет несколько объектов. Да, это дорога на Невельск, до Холмска и от Южно-Сахалинска на север до Макарова. Соответственно, это 14 точек, которые покроют те отрезки, где сотовая связь отсутствовала. Вот, соответственно, до Нового года мы сдаем эти объекты, уже как бы завершаем строительство, да, то есть все операторы устанавливают свое оборудование, включают его. То есть, в принципе, можно сказать, что, ну, в январе жители области смогут почувствовать эти изменения. Скажите, пожалуйста, а что касается присоединения других операторов к подобным проектам и что там у нас будет по дороге на север? Собственно, первая компания, которая согласилась участвовать, была компания МТС, соответственно, вторая компания это Вимпелком, Билайн, вот, которые только что подписали соглашение, да, я думаю, что в следующем году присоединятся и другие операторы, да, на эти объекты. Соответственно, что касается продолжения проекта, да, то есть, ну, вначале надо сдать эту работу и потом уже, как бы, обсуждать следующие этапы, потому что, в принципе, строительство дорогое, да, то есть, там, объектов еще много достаточно, да, то есть, мы считали, там, порядка 29 объектов, если брать все основные дороги, то есть, ну, это трасса от Макарова дальше до Ахи, да, ну, и, то есть, ну, говоря, ответвление на Александр Сахалинский, на Углегорск. Собственно, решение выделения этих средств будет принято уже, наверное, в первом квартале будем смотреть, то есть, оценивать еще раз и выносить на руководство обсуждение, то есть, направление, количество объектов, то есть, по итогам вот этого первого части проекта по Югу.